На улице Самарской стартовали работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Ремонт предусмотрен на двух участках – от улицы Некрасовской до улицы Затонной, а также от улицы Полевой до улицы Красноармейской, пропуская отрезок автодороги, где в настоящее время не осуществляется движение транспорта. Отметим, что участок от улицы Некрасовской до улицы Красноармейской уже обновили в 2021 году, поэтому в этот раз работы там вести не будут. Покрытие автодороги находится на гарантии. В общей сложности в планах на этот год отремонтировать на Самарской более 33 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Подрядная организация уже завершила фрезерование всех участков, а также уложила асфальтобетонную смесь последнего поколения на площади свыше 11 тысяч квадратных метров. Это новое покрытие позволит дороге выдерживать высокие нагрузки, что важно для обеспечения безопасности и комфорта. Работы организованы методом больших карт. Поквартально устраивают верхний слой покрытия проезжей части по всей ее ширине. Такие трудоемкие технологические операции выполняются с позднего вечера до раннего утра, когда нет активного трафика. В частности, в ночь на 28 августа асфальтоукладочный комплекс стартовал от улицы Ярмарочной в направлении улицы Маяковского. Перед укладкой асфальтобетона выполняется очистка основания, механизированная также вручную, потом проливается бетонной эмульсией, соответственно, после укладывается асфальтобетонная смесь. ШМА-16. Температура составляет от 165 градусов до 170. Машины не стоят, не паркованы, то есть люди как бы понимают то, что ведется укладка. Помимо укладки нового покрытия, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет замена люков смотровых и дождеприемных колодцев. Их поднимает до проектных высотных отметок. У люков резиновые вставки для снижения шума от проезжающих автомобилей и затворные механизмы для минимизации краж крышек. Использование современных технологий и материалов – одно из требований при реализации дорожного нацпроекта. Выполнят на Самарской и ремонт тротуаров на площади порядка 330 квадратных метров. Это те локации, где покрытие наиболее разрушено. На таких участках установят и новые бордюры. МБДХ контролирует все работы на всех уровнях. Если мы говорим про укладку, это очистка основания, контролируется розлив битомных вяжущих, температурный режим асфальтобетонной смеси, потому что асфальтобетонные смеси катаются при определенных температурах. И эти температуры должны быть выдержаны. Вместе с тем отбираются смеси асфальтобетонные для их проверки. И также после уже укладки выполняется отбор керн, после которых проходят лабораторные испытания. Учитывая наличие социально значимых объектов, самарцы с нетерпением ждут завершения ремонта улицы Самарской. Очень важно, опять же, состояние дорог держать в таком хорошем качестве, потому что езжу также на своем личном транспорте автомобиля и постоянно попадать в какие-то ямы, выбоины – это очень некомфортно. Сейчас эту улицу, на самом деле, давно уже пора было отремонтировать. То есть, в целом, это очень хорошо, что приводит в порядок все. Аналогично работам на других объектах дорожной инфраструктуры в период ремонта полностью проезжую часть не перекрывает. И у водителей личного и общественного транспорта есть возможность пользоваться свободными полосами, что минимизирует временные неудобства. Августина Охременко, Николай Епифанов, События. Продолжение следует.